Приветствую всех на канале Программфикс, у микрофона Нетли. В этом видео я хочу рассказать вам о плагине Premiere Composer для Adobe Premiere Pro. Погнали! Ну а для начала нам нужно перейти по ссылке в описании на сайт разработчика и скачать данный плагин. И также желательно зарегистрироваться на этом сайте. Далее, после того, как вы зарегистрировались и скачали данный плагин, мы запускаем установщик. Здесь мы ничего не трогаем, нажимаем Next, Next, Install, Finish. Далее у нас запускается менеджер установки продуктов. Именно для этого мы зарегистрировались на том сайте. Мы логинимся и здесь мы нажимаем установить все. После того, как у нас все установилось, мы нажимаем Close и запускаем Premiere Pro. После того, как у нас открылся Adobe Premiere Pro, мы создаем, либо же запускаем любой проект, где хотим использовать плагин. В моем случае я открою тестер. В этом проекте я уже подготовил тестовую площадку для плагина. Теперь мы переходим в Window, Extensions, Premiere Composer. Здесь мы открываем папку Starter Pack и видим 4 папки. Это Loverser, Анимации текста, Переходы, Звуковые эффекты. Для начала давайте разберемся с анимациями текста. Мы нажимаем и у нас показываются все анимации, которые есть в данном плагине. Также мы можем нажать на эти 3 полоски и у нас открываются разные виды этого текста. То есть, например, он может вылетать не снизу, а слева, или справа, или сверху. Теперь я покажу, как их использовать. Для этого мы просто выбираем понравившийся нам текст. Например, вот этот. И переносим его на Timeline. У нас идет процесс импорта. И у нас сразу открывается окно настройки данной анимации. Но для начала мы должны выровнять ее под промежуток времени. Для этого мы просто подводим курсор к краю композиции, зажимаем и отводим к концу нашего временного промежутка. И вот наша текстовая анимация готова. Далее нам нужно его настроить. Для начала мы меняем надпись. Ну, тут на картинке изображен B-Plant, поэтому я напишу B-Plant. Поменяю шрифт. Далее настраиваем позицию и размер. Трекинг — это расстояние между буквами. Ну и, в принципе, все. Теперь мы можем также перейти обратно в Browse. И нам нужно уже на вторую картинку перенестись. Теперь между этими анимациями нужен переход. Для этого я перехожу в Browse. Ставлю метку на таймлайне между двух анимаций. Здесь я выбираю Transition. И сюда я хочу добавить Zoom. Просто зажимаю, переношу на свой проект. Ставлю ровное посередине. И вот наш переход добавился. И также добавляю другие переходы. Ну вот, наше готовое видео с анимацией текста и переходов. Теперь я хочу добавить сюда пару фишек. И можно, в принципе, рендерить. Ну вот, теперь мы можем посмотреть конечный вариант. Я думаю, получилось неплохо. Ну а я надеюсь, вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также оставляйте свои великолепные комментарии. Всем спасибо. Всем пока.